Давайте тогда я попробую рассказать быстро, что мы делаем, а потом, наверное, в зависимости от того, что вам интересно, я уже расскажу что-то более углублённое. У нас общественная организация, и мы занимаемся не детьми, а молодыми подростками, то есть с 18 лет примерно. Как это всё начиналось, и почему мы занимаемся ребятами с инвалидностью, сиротой в основном, по выходу из интерната. Как это получилось? Получилось это так, что в 2011 году мы появились, и тогда случился разговор между основателем нашей общественной организации Александром Семеновичем Филоненко, профессор в Каральном философии и богослове. У него был друг, директор театра Тимур. Это театр для беспризорных. Рождался театр для беспризорных, сейчас участвуют разные ребята, в том смысле это тоже инклюзивный театр. И из интернатов, и просто ребята, родители, которые хотели бы, чтобы они принимали участие в таком. То есть он уже вышел за пределы одной категории, ему уже 30 лет этому театру. И тогда у них случился этот разговор, который в конце концов, чем закончился? Тем, что Василий Евгеньевич, он уже покойный, он умер через два года после этого разговора, он сказал, что вот у меня есть пару актрис в театре. Вот одна из них, она у вас вот здесь, вот Лена, на этих, на бумажках. Лена, она училась в восьмом интернате с полиэмилитом и ДЦП детей. И он сказал, вот эта Лена, она никуда не поступит, мне об этом сказал директор, и ей как бы дорога в дом престарела. Поэтому можешь ли ты что-то с этим сделать? То есть с этого, собственно, начался запрос, и с этого началось вообще все, чем мы сейчас занимаемся. Ну и тогда Александр Семенович вместе со своей супругой Инной, со своими аспирантами, студентами, я тоже там была в обществе, когда-то давно это было, пошли в интернат и стали знакомиться с ребятами. То есть основная цель была, это пойти спасти Лену, если так очень говорить. Мотивация. А? Мотивация, да. Да, то есть основная мотивация была и пойти, чтобы познакомиться с Леной, но, конечно, потом оказалось, что там таких там 17 человек, группа. И основной вопрос заключается в том, что как бы об их способностях для того, чтобы их заметить, нужно внимание и все. То есть, ну я думаю, что вы это хорошо понимаете, да, с детьми только они уже были не дети, и был бы очень большой риск того, что, в общем-то, где они могут оказаться. Ну и так родилась организация, первые проекты, то есть все начиналось с дружбы, скажем так, с ними, потому что никаких других программ, да, с ребятами, у которых нет родителей, ты не можешь ничего предложить в начале, кроме дружбы. Да, то есть пока они тебе не доверятся, конечно, с ними занимались, готовили к выходу из интерната, они все поступили в техникум, потом в университет, и хотя, собственно, вот эта Лена, ну, директор тогда на то время сказала, что она никуда не поступит, и что, в общем-то, ничего не получится. Она закончилась сейчас в шестой курсе, красный диплом, культурология, она тут за стенкой, может, она зайдет, если будет интересно, она там сейчас с подругами разговаривает. Ну, в общем, и наша деятельность развивалась, собственно, в этом ключе. Появилась первая группа ребят, потом в 2013 году появилась вторая группа ребят из интерната Рудына, начинец в Харькове такой, там ребят без инвалидности, сироты, мы занимались с ними, с разными группами, по разным программам, занимались в интернате. Сейчас кто-то из них вышел, чуть раньше кто-то выходит вот в этом году, и мы их берем как сопровождение на момент выхода. То есть, в принципе, это основная наша работа, сопровождать на момент выхода из институции. Вот. Потом мы занимаемся тоже культурными событиями, рассчитанными на промоцию инклюзии. Уже пять лет подряд мы делаем большой фестиваль. Потом у нас есть тоже проект с ребятами и семьями АТО. Ну, это как бы отдельно, да? Ну, не то, что это отдельно, это все о том же, но это не основная наша целевая группа, потому что это была нужда определенная. Было очень много организаций, которые этим занимались, и мы тоже какую-то часть на себя взяли. Но это не основной наш приоритет, скажем так. Вот. Поэтому я могу рассказать более подробно, собственно, о летающем доме. Что это такое, потому что, как бы, вся история напрямую связана с появлением, да, этого дома. Это, как бы, центр нашей работы, метод, который мы теперь уже масштабируем на другие, на другие проекты, на другие ситуации, скажем так. Да, это очень интересно. Да, это очень интересно. И, вообще, интересны и благодейные проекты, социальные проекты, потому что наша школа также занимается еще и социальными проектами на благодейность, ну, конечно, с воинами АТО, а еще и с детками, которые находятся в реабилитационном центре. Это уже 5 лет мы занимаемся этим проектом. Каждый год, обязательно, на День Святого Миколаевского, у нас такая сессия с детками из школы, собираем такие дарунки, делаем программу благодейную с детками, общаемся. Мы не просто концерт показали, а еще и с ними что-то сделали, одного раза там баранчики сделали, такими своими руками, або ж просто спілкуемся, або ж с ними розыгрываем театральное что-то. Ну, тобто, ось такие благодейные проекты, это нас тоже цикапит. Ну, трое время могу рассказать о летающем доме, потом покажу пару видео, как было пару лет назад и что сейчас. Мне просто предварительно говорили, что вам все равно интересна, конечно же, история, но и с точки зрения методологии, если я правильно поняла. Поэтому презентация, она меньше историческая, больше такая с какими-то причинами, анализом, что мы увидели. Ну, собственно, летающий дом – это тот проект, который появился после встречи с Леной из группы этих ребят из восьмого интерната, которых мы сопровождали на момент выхода, значит, занимались с ними, чтобы они поступили в техникумы. И потом, как бы завязалась дружба, скажем так, с двумя из этих ребят, наиболее, ну, скажем, они начали больше всего нам доверять. И мы поняли, пришли к мысли о том, что недостаточно сопровождения образовательного, недостаточно адаптации, социализации, да, то есть то, чем мы занимаемся. Но необходимо, чтобы у них был дом. То есть мы пришли к этой мысли через два года после работы. И что это начало? Это начало, что, конечно, без дома, это была такая интуиция, человек не может вырасти. Ну, дом по пониманию, понятно, людей и семьи, да. Вот. И мы увидели и предложили первым двум, ну, девушкам, да, с которыми мы познакомились, предложили им по выходу из интерната, после того, как они поступили в техникум, и такой дом переходного периода, можно так называть, на момент пока не учатся, да, то есть главная цель – это желание учиться и развиваться. Дом как возможность вырасти, то есть найти себя, стать веренным, к чему-то прикрепиться, да, к тому, что тебя может создать. Вот. И такой дом появился в 2013 году первый, ну, это, собственно, выходная ситуация, просто чтобы какие-то были там цифры, да, и факт того, что очень много ребят с инвалидностью, которые просто после интерната, они, у них нет вообще никакого будущего. Если у них нет у кого-то из родственников каких-то стабильных отношений, они не имеют возможности, то есть у них какая-то стигматизация, да, такая общественная, не имеет возможности никуда дальше продвигаться, поступить. Это касается, ну, мы в основном работаем с физической болезненностью, то есть там минимальная, ментальная, хотя у нас сейчас вот здесь проект кулинарный с ребятами с аутизмом, ну, с металями какими-то. Но я знаю, что там точно такая же ситуация даже еще, ну, не то, что еще хуже, там как бы совсем, даже вопрос не образования больше стоит, а какой-то профориентации таких рабочих профессий, да, мастерских и так далее. Да, 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 да. И я тоже знаю, что это большая проблема. Потому что научить их невозможно. А? Научить их, ну, физические и мотивации невозможно. Да, да, да. Нужно научить делать что-то в плане. Да, да, да. То есть я знаю, что эту тему мы тоже и интересуемся, хоть у нас и целевая тема немножко другая, но я вот часто разговариваю с теми, кто занимается, мы в Одессе тоже, это все как-то пытаемся сотрудничать, ну, в общем-то. И получается, что, собственно, ну, поняв то, что таким ребятам необходим дом, мы предложили эту, как бы, формат, жить в съемной квартире. Вначале вдвоем, потом появились еще две девушки. Вот первый из них это Лена с Таней в зеленом, да, Таней с сердечками, и Лена в кепке, вот, и Ирка с Леной. Это вторые наши девушки, они появились случайно, они все учили в техникуме Нанченко, это у нас единственный на Восточную Украину, кроме Луганска, но как бы уже он не считается. Техникум для ребят с инвалидностью. Там они две профессии получают, бухгалтера и соцработники. И они, собственно, там все встречаются, то есть у них такое комлюнити, они все друг друга знают, со всей, ну, как бы, части страны съезжаются. То есть две девушки, которые у нас сейчас живут, они, если что, они вообще приехали в этот техникум, там познакомились с нашими, и потом наши их привели. Ну, и оказалось, что у них тот же самый запрос учиться в университете, а как, а что делать, ну, как бы, и мы их взяли к себе. Поэтому вылетающий дом, этот дом, скажем так, переходного типа, да, на момент, пока ребята учатся, и мы им даем возможность развиваться. Понятно, что первые шаги были очень базовые. То есть это все бытовое, социализация, они не умели ничего, не готовить, не стирать, не гладить, ну, как бы ничего, потому что интернат как бы забирает все эти навыки на себя, да, чтобы это знать. И поэтому первые два года, особенно с теми, ну, с первыми девушками, потому что у вторых, у них были приемные семьи, и там немножко другая ситуация, да, они что-то как бы ориентировались. А вот наши первые, они совершенно отсутствовали, как бы, да, моменты. Вообще того, что такое там бутерброд, что он изначально не бутерброд, а что это хлеб, сыр и масло, например, там чай, что это горячая вода и пакетик, ну, и так далее. Это не говоря уже о других вопросах, то есть мы постепенно, ну, можно сказать, как такая компания взрослых друзей, чем-то похожей на семью, но мы себя как семья не, ну, не, как сказать, ну, не презентуем, да. То есть не то, что мы говорим, мы ваша семья, да, мы говорим, что вот мы, да, мы есть и мы будем всегда, но это не, как бы, не совсем семья, потому что у нас команда большая, и для нас это принципиально, что мы работаем много человек, никогда нет такого, что один на один, да, и ты как бы замыкаешься в этом, что ты думаешь, что ты можешь спасти этого человека, и ты единственное его, ну, как бы, спасение, да. Мы принципиально работаем командой, друг друга корректируем, вот. И к чему это? А, к тому, что постепенно, то есть в течение пяти лет вот дом появился, вначале бытовые вопросы, потом образование, потом пошла какая-то психология, потом развитие, то есть, ну, постепенно нужды возникали постепенно, да, какие-то моменты, до сих пор вот медицинское какое-то сопровождение мы начали только недавно, потому что до этого они, как бы, не доверяли, там, эти вопросы, да, не привыкли, что они всегда сами это все решают, они там полжизни провели, многие из них в больницах, их знают, тут весь город, мы начинаем, там, пошли, там, в дом ребенка, там, Роману Моробяну, оказалось, что кто-то, Ира, там, у него была, там, в одном госпитале, в Ситенко, и, как бы, везде вот эта сеть людей, которые их сопровождали, и они, в принципе, привыкли, что они сами один на один, да, с этой своей болезнью, и с этой болью, поэтому, например, вопросы медицины мы смогли войти только через 5 лет, да, конечно, там, какие-то минимальные вещи, да, но вот вопрос именно их, там, их инвалидности, реабилитации, того, что и кому из них нужно, и протезы, и операции, это только спустя 5 лет мы начали, ну, они позволили нам, чтобы мы этого шли, вот скажем так, поэтому вот был этот, и у нас было 2 съемные квартиры по очереди, мы их снимали, а потом благодаря фонду итальянскому мы смогли купить помещение, которое было здесь за стенкой, и сейчас, то есть этот дом уже существует как на постоянной основе, скажем так, и он, ну, предполагает ротацию, то есть уже первые почти выходят на этапе адаптации, к выходу появятся следующие, мы сейчас начали сотрудничать с Богодуховским интернатом, есть вероятность, что кто-то из девушек оттуда сможет когда-нибудь к нам попасть, это очень длительный процесс, ну, будем смотреть, вот, и как бы с чем мы солнулись, если вот немножко так аналитически, да, рассказать с тем, что самая большая, самая большая проблема, это, собственно, недоверие вообще к миру у этих ребят, и это то, с чем сложнее всего работать, и то, что не видно, ну, в каком смысле не видно, это, иногда в очень космических масштабах потом уменьшается, но в любом случае, каждый раз, любая ситуация, ну, как бы, в ней находим вот эти остатки неуверенности в том, что есть кто-то, кто может быть с ними рядом, потому что они так много, так часто были брошены, что уже не верят просто. Закрытость детей, да? Ну, это даже не вопрос закрытости, то есть это во многое выливается в манипуляции, не просто в том, что они молчат, да, не какая-то закрытость, а в том, что они не доверяют и часто действуют сами, какие-то вещи не говорят, где-то манипулируют, где-то проверяют, ну, и это, как бы, нормальный такой пункт подростковый, но учитывая, что они уже не подростки, да, как бы, мы с 18 даже с 19 и 20, и сейчас, в основном, это у нас уже возраст от 23 до 30, и все равно мы сейчас находимся в стадии подросткового пункта школьного, ну, грубо говоря, да, 14-13 лет, то есть эти все, получается, этапы, они за счет того, что интернат-изолированная структура, да, они смещаются по возрасту уже в период, когда они как бы уже взрослые, да, а как бы они еще и подростки, или даже дети, то есть там психологически у кого-то есть совершенно разное. Вот, ну, и, конечно, есть момент, связанный опять же с тем, что часто, не всегда, но мы попадались, с теми этапами, с которыми мы работаем, часто получается, что очень сложно тем, кто там находится, ну, то есть воспитателям, директорам, сложно увидеть что-то больше, чем инвалидность или само сиротство, то есть мы, как бы, очень, очень часто сталкиваемся со стигматизацией того, что, ну, как бы, дальше с ним ничего не может быть хорошего, и об этом им прям говорят, ну, и это правда, то есть это не нужно, да? Конечно, это не касается всех структур, я сейчас, ну, не хочу ничего обобщать, и мы, вот, там, в том же Богодуховском интернате познакомились с директором, который совершенно по-другому, да, относится, но такие случаи в любом случае есть, и мы это даже видим, даже если бы не знали, что в интернате происходит, видим как последствия того, как низкой самооценки того, что ребята сами о себе говорят, ну, и иногда в насмешку пересказывают, что было, что, ну, как бы, чего они привыкли слышать о себе, да? Вот, и, конечно, если это с детства кому-то, даже не каждому, ну, кому-то это постоянно повторяется, то потом очень сложно с этим работать, и очень долго, да, то есть очень длительный период, пока они начинают в себя верить, очень длительный. Вот. Ну, как бы, это самые основные такие вопросы, да, ну, опять же, к чему я так говорю, которые очень длительные, требуются очень длительный срок, чтобы вообще хоть как-то что-либо изменилось, либо они видели себя с другой стороны, и под любым действием нашим всегда мы задаем все вопросы, как мы с этим будем справляться, да, как же это сейчас все выходит. Вот. Потом есть моменты, связанные вообще с, ну, как я уже вначале, да, рассказала, с недоступностью высшего образования для таких ребят, и с тем, что часто их распределяют в техникумы, как это называется, ну, без, не без понимания того, что они могут вообще, к чему хоть как-то предрасположены, то, что получается, да, или какая-то там хотя бы предмет школьный у них в приоритете, да, и просто, где есть место, туда их отправляют, и вот у нас сейчас таких ребят из родины, которые поехали один, там, в Купенск, в медицинский университет, вторые в автодорожный, они не понимают, что они там делают, то есть они там просто, чтобы жить в общежитии, и это безделье полнейшее, которое, если нету никого рядом, то понятно, что у них есть совсем, которые уже скатились очень быстро, и есть большой риск, и многие туда просто попадают, потому что они не знают, да, что делать, вот они находятся в техникуме, они оттуда никак не могут выйти, потому что их туда отправили, чтобы, понятно, это тоже вопрос системы, и тоже понятно, что... Ну, и тоже понятен момент, что это определенная безопасность, да, то есть одно дело, не может, там, директор, да, позволить, чтобы они остались на улице, соответственно, это определенный момент безопасности, нельзя сказать, что он ошибочный, но как бы ошибка просто в том, что они попадают туда, где они не понимают, зачем они там находятся, потому что не было работы. Как выбор маленький? А? Выбор маленький. Ну, и выбор маленький, и нет работы в самом интернате, потому что даже те, которые, ребята ходят в обычную школу, а не в школу при интернате, там к ним относятся все равно, как к тем, у которых нет родителей, иначе до них никогда ничего не получится. То есть мы с этим очень, ну, сталкиваемся прямо напрямую, потому что в партнерской организации, в которой работаем, и готовы, пытаемся готовить к поступлению там в университет или куда-то, очень большой, как это называется, прессинг именно со стороны школы, с этой точки зрения, что они не дают. Анастасия должна встретить, секунду, там приехали операторы, я так понимаю. Можете или я выйду? Это ваши коллеги? Я не знаю. Без понятия. Так, у нас с нами, с нами есть уже один оператор, это вот, в общем. Это второй момент, и третий момент, связанный с тем, что, собственно, не было там в интернате, да, у них какого-то безопасного пространства, и, в принципе, если, опять же, у никого из родственников не осталось, или не осталась как-то собственность, да, какой-то квартир, то, в принципе, у них вообще ничего нет, и никогда, особенно, не будет, потому что очень немногому проценту вообще положено квартиру, она всем положена, только там можно не дожить до того, как тебя не будет. Вот. Ну и, соответственно, с этим связано очень много плюсов, каких-то следствий, да, которые связаны с тем, что у них никогда не было своего пространства, если оно не появляется, но, опять же, это вопрос самостоятельности, и вопрос того, что они относятся ко всему взрослому и вообще ко всему миру вокруг, как потребительски очень, да, что все им все должны, и это очевидно, что это так, потому что система по-другому не показывает, ну и понятно, что у них нет каких-то личных границ, и вообще потеря как бы себя, в том числе связана с тем, что никогда не было своего личного пространства. Вот. И чем это все заканчивается? Тем, что они вообще все потерянные, когда выходят. Очень немногие, если кто-то попадается, и слава богу, есть очень много людей, которые либо волонтеры, либо организации, которые, ну как-то, являются там менторами, да, или наставниками, как это сейчас называется, но, в любом случае, этот выход из интерната, это у них просто как выход в пробу, они ничего не понимают, куча вопросов, таких очень, ну и детских, и наивных, и правильно, что они есть, но, в принципе, это очень деликатный момент, и если в такой момент никого рядом нету, то, скорее всего, будет очень плохо. Ну, я уже отчасти говорила, да, что мы предлагаем, как бы центр нашей работы, это, собственно, дом и компания взрослых людей, то есть какая-то перспектива дружбы, да, и поддержки. А затем, что касается конкретных направлений, то мы занимаемся всем, ну, я уже, в принципе, об этом рассказала, начиная с бытовых вопросов, адаптации, социализации, финансовой грамотности, потом идет образование, это наше, как бы, приоритетное, да, направление, сопровождение в образовании, либо в профессиональном образовании, то есть какие-то навыки, да, если мы говорим о тех, кто, у нас, например, есть ребята, которые не хотят учиться там и не могут учиться, да, вот, и они там сделают брошки, но это тоже вопрос, как сделать так, чтобы эти брошки превратились в профессию, как сделать так, чтобы она поверила, что она их может делать, как сделать так, чтобы она всю жизнь не копировала, что-то придумала сама, это, ну, понятно, тоже вопрос в каких-то профессиональных навыках. Потом психологическое и медицинское сопровождение, вот, это просто вкрасивается то, что я уже, да, сказала, что вот начинали с похода в интернат, потом появилась арендованная квартира, потом появилось собственное у нас помещение, это просто иллюстрации, потому что это все правда было, а не просто картинки. Вот, ну, на вот этой фотографии, сейчас, как раз вы видите, это кто создал нашу организацию, вот Инна Филоненко, вот Александра, которая мне рассказывала, и Лали, сейчас там сзади, ой. А вот женщина, и вот Лали, а впереди это наши партнеры из Италии, то я сейчас немножко о них расскажу чуть позже, это Нирма и Никола, которые занимаются социальной инженерией, ну, я сейчас тоже расскажу это чуть-чуть ниже отдельно. Это еще съемная наша квартира, это вот уже новая квартира, там без дивана пока, первые этапы, это гости, туристы из Италии, летняя такая фотография, вот. Ну, это, собственно, к реальным историям, я перехожу, просто, чтобы немножко так в памяти какие-то, ну, моменты, да, еще, о которых я говорила, теперь они просто иллюстративно, уже рассказано, вот, Алена, с которой все началось, собственно, основная была, ну, проблематика в том, что, в принципе, никто не верил, что она вообще сможет когда-либо учиться, вот. И вот она в 2018 году закончила философский факультет, защитила диплом, сейчас она с нами работает. Мы ее к себе взяли, она изучает социальные политики, может быть, поедет учиться еще за границу в аспирантуру, но это как уже следующий этап, вот она там сытом, в центре. Повезло. 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 Очень повезло. Просто так совпадали. Просто, да. Вот. И Таня, она тоже, собственно, у нее больше вопрос был не образование, а вот такой именно ориентационный вообще, как жить, что делать, куда бежать. И она не поступила в университет, она и не хотела, она закончила техникум, и уже почти три года назад мы случайным образом, она искала работу через эту занятость, и понятно, что там мне предлагали то, что она делать не может, потому что там плести сети ворожей, грубо говоря, не отапливая, ну и так далее. Вот. Она волонтерила в это время, а потом, случайно, мы ей нашли работу. Это тоже, кстати, была красивая история по поводу того, что мне всегда и начнется спрашивать, у всех все просите, куда-нибудь дверь откроется. Мы пошли в компанию там, компания «Арти», собственники, это давние там друзья моих родителей, еще со временем университета, но мы пошли с определенной целью там попросить поддержку, на ремонт, потому что мы тогда еще делали ремонт в этом центре, и в видео они вообще не обратили внимания на то, что нам нужна поддержка на ремонт, а там один был слайд с Таней, и было написано, что тоже ищем работу Тане, и они предложили работу, то есть создали под нее вообще место отдельное рабочее, и она как-то, и она там как помощник менеджера, вот уже два года, и понятно, что это супер опыт, потому что она становится увереннее, и в начале для нее это было вообще кратко, как с людьми, как это скайп, как это, ну, в общем, куча разных вопросов, и она даже страдала, потому что чувствовала все равно свою, ну, язвимость и не похожую на остальных, и постоянно нам говорила, что вот, я точно не такая, как все, вот на меня не так смотрят, но как бы спустя два года, благодаря, в том числе, и очень сильно благодаря ее директору, ну, начальнице, да, которая верила в нее, которая ей постоянно давала не больше, то есть не сверх того, что она может, а четко, сколько она может, каждый раз вот она что-то выучит, она не давала следующий этап и следующий, ну, то есть очень такой ментор со стороны начальницы, очень здоровая, и сейчас она, в общем, Таня довольно работает, и... А сколько ей лет уже? 26. Вот сейчас. И, ну, как бы, и все, и она у нас, как это, мы ее называем, благодаря, та, благодаря которой многие к нам вообще попадают, потому что она такая, ну, не то, что очень светлый человек, но она делится, то есть она понимает для себя, что с ней случилось, да, что вообще ее изменило, и видит, кому это может быть полезно, поэтому очень многие ребята, благодаря тому, что она рассказывает, что она приходит, и она не боится там пригласить, не боится сказать, давай, тебе это нужно, не боится попросить вот эту девушку, которая рассказывала, которую она занимается брошками, тогда она год назад начала говорить, вот есть Юля там, она живет в Ахтырке, родители не верят в нее, она там ничего не делает уже 4 года, давайте пригласим Юлю сюда, и вот так вот, ну, как бы обычно так начинается, что они доверяют друг другу, то есть ты не можешь там никакой конкурс объявить, чтобы они к тебе пришли, потому что они не поверят, что ты их все дохороший. Это очень важно, да, когда есть что-то. Да, и поэтому также у нас такой как факел, ну, чесеты, который, так, надо вот этому, а давайте вот этого пригласим, а давайте еще вот с этим поговорим, так что, ну, это тоже очень важно, и мы, в принципе, им тоже эту ответственность передаем, что они уже должны быть теми, кто это как-то, ну, и сеет, и видят, то есть какую-то ответственность уже берут за то, что они могут передать то, что с ними произошло. Вот, и Виталик, это, ну, тут не все, конечно, истории, я уже даже не знаю, что я рассказала, их уже больше, но просто, это тоже такая показательная история, связанная с вниманием, да. Вот, Виталик, у него такой очень сильный по сравнению с другими девушками, сейчас его увидите, а, нет, тут не видно. И, собственно, вы, когда к нему пришли, он вообще не мог писать, ну, то есть он не может ручку держать, и он и ходит сложно, и есть сложно, чтобы держать стакан, это должен быть такой стакан, чтобы он с него в руках там не выломился, не будет, и так далее, да. Вот, и, ну, собственно, и преподаватели нам говорили, что ничего там с него не получится, потому что они не могут оценить его уровень, как если он не пишет, и говорит так, что, ну, кто-то захочет его слушать, а кто-то не захочет, ну, то есть он не очень понятно говорит, или говорил не очень понятно, но мне кажется, что понятно, не важно. И мы предложили, а у него есть родители, мы с ним тоже поддерживаем отношения, и как бы с ними вместе договариваются над чем там работать. Вот, и тогда Лави, одна из основателей нашей организации, она просто предложила, мы связали с родителями купить компьютер, то есть она поняла, что компьютер может быть для него инструментом, который решит вопрос, что его не понимают, а так и произошло. То есть купили компьютер, это был последний год школы, он лучше всех написал диктант, то есть оказалось, что он очень грамотный, ну, как бы все, потом он вышел, учился в техникуме, потом он ехал домой, поступил в университет, который ему не пошел, и он сам пересдал все ЗНО, ну, то есть занимался дома, он очень упорный, и поступил в ХПИ, вот, сейчас он учится там на третьем курсе, и мы его как-то ориентируем, в смысле он сам за это хочет, и мы делаем все, чтобы он этому научился заниматься веб-дизайном. То есть он сейчас, он сделал нам сайт для фестиваля, потом мы все это делаем так, чтобы он на курсовой работе, который занимается в университете, чтобы она была уже сразу какая-то практическая, да, он там ходил заниматься индивидуальным преподавателем, теперь мы на курсе, то есть постепенно рабочими группами с ним работаем, чтобы он пошел в эту область веб-дизайна и как бы нашел себя в этом. Посмотрим. Это наш фестиваль, который мы проводим вот уже в этом году, шестой год квадрат. Ну, основная его тема – это, собственно, промоция нашего отношения к человеку. Все, что мы хотим сказать этим фестивалям – это, что эти люди прекрасны, что они должны быть частью нашего общества, и что они могут дать даже больше иногда, чем мы, которые думаем, что у нас все в порядке. Ну, и понятно, что тема уязвимости для нас еще, принципиально важной уязвимости вообще каждого человека, что это нормально, не нужно ее бояться, нужно искать какой-то позитивный, да, момент, в том момент, когда ты унес в виду. Слева – это Елена, да? Вот это? Курс, да. Это в Ходобе мы делали, привозили в прошлом году двух артисток из Ласкала, из Милана, и они вместе с оркестром нашим исполняли Стават Матер, это как раз было в канун Чернобыль, у нас так еще это все совместилось, ну, и это просто вступительное слово на сцене перед началом концерта. Так, это просто две секунды по поводу наших партнеров, которые там на фотографии, я вам уже говорила, Ирма с Николой. Вот они чем занимаются? У них центр, они реабилитируют людей после автокатастроф, которые практически там либо обездвижены, либо с такой инвалидностью, которая уже навсегда, физической, ментальной в том числе. И они чем занимаются? Они, собственно, занимаются этим, что находят устройства технические, либо программы компьютерные, либо устройства прямо физические, которые позволяют этим людям быть автономными в том, что они хотят. Либо в коммуникации, либо в передвижении, либо в работе, либо в быту. То есть они делают умные дома, так называемые. Человек на коляске может полностью себя этим, ну, полностью обслуживать, да, себя тем, что он нажимает на кнопку в телефоне, у него включается свет, включается электроэнергия, выключается вода и так далее. Вот. Потом восстанавливают коммуникацию. Например, человек лежит там бездвижен, у него там двигается только одна бровь или один палец, или еще что-то. Они делают так, чтобы он этим одним пальцем или одной бровью мог писать на компьютере, общаться по вайберу, по скайпу, вайбер там существует, но вообще по скайпу. Ну и так далее. Либо это какие-то специальные коляски, если человек не может ими управлять рукой, он может управлять подбородку. Ну это там, то есть у каждого своя нужда, которую они пытаются восполнить техническими приспособлениями и за счет этого вернуть человека к той жизни или к тому, чтобы он хотел хотя бы делать, да, дать ему вот этот момент. И мы с ними сотрудничаем, они нам помогали немножко делать внутри нашего центра систему, вот у нас там дверь открывается без ручки по кнопке, ну то есть тоже какую-то систему умного дома такую минимальную, потому что у нас в принципе реварь на колясках нет и нам не нужно, чтобы все открывалось автоматически, но какие-то, например, входная дверь вот у нас там открывается. Ну это как раз вот показана фотография, как Симона его с официальным. Видите, он только бровью, вот он на компьютере пишет и он даже книжки там пишет, блог свой, лежит в кровати уже 13 лет и общается. Ну так, это я очень, вкратце, я так понимаю, рассказала, если у вас есть какие-то вопросы? Я вот смотрю, финансовая поддержка, как государство наше очень мало вкладывает вот в это все. Да, пока да. Ну как я смотрю, что грантовая поддержка, допустим там доноры, ну какие-то благодетели, ну это явно не на уровне государства, вот получается это частная инициатива, это не… Ну наша, да? Ну а как-то выходить на более уровень, все-таки таких людей, вот у вас там 5 девочек, я вот посмотрела, это очень мало, потребностей очень много, очень многие дети идут действительно в интернаты для стариков, вот престарелых и не могут никак развиваться, нет вокруг них вот такой вот девочки, которая пришла, рассказала, что вот я смогла, вот посмотрите на меня там, доверьтесь мне. А в межах Украины, в межах, да даже взять Харьковскую область, вот как этот проект, вот у вас 5 человек, это замечательно, это круто, ради них вы живете и делаете. А как выйти на государственный уровень для того, чтобы государство обратило внимание на потребности этих людей? На самом деле ведь 18 лет вы берете, вот да, а многие же, которые в этих интернатах живут, там им 20 лет, там им 30 лет, они же тоже хотят быть реализованы вот в чем-то. Ну смотрите, у нас такая… Как вот это вот, выйти на то, чтобы государство на это обратило внимание? Ну вот как выйти, мы этим занимаемся, нам это интересно. Это ж, ну, беда всей страны, а никто ж на это… Ну вот, ну вообще наглядно, посмотрите на это, Желтый цвет, вот это вот, вот такой кусочек, даже я даже не могу сказать, сколько это процентов отношений. Потому что видите, сейчас система интернатов, и наши межсе реформируются, они уже не влюбляют детей из-за тренковских. Ну вот правильно. То есть это все детки идут в школу, и тогда они будут стали сделаны… Но это наша инклюзия, которая, вот почему же есть инклюзия, потому как берите их и с ними что хотите социализируйте, и вот что-то пытайтесь сделать. А на уровне государства… А это вот так не решает государство, получается, эту проблему. А государство, когда вы на уровне инклюзии… Ну да. Да. Они дают нам деньги на детей, дают деньги на ассистента и на облада. То есть у меня облада на 4 класса для них, зарпунок держал. Они живут дома со своими родителями. Вот дома со своими родителями. Это только тот контингент, который живут с родителями. А теперь у меня вопрос с родителями. Это все понятно. Ну, есть же родители, которые не понимают, что их ребенок дают. Вот она… В нашей ситуации родитель отдал ребенка в школу. Девочка у нас колясочница, да? Она из АПР, в общем, там очень много. Ну, родители отдал эту девочку в школу для того, чтобы отдохнуть дома. Ну да. Какой-то промежуток времени. Она не занимает, она не видит адаптации так же. И шокирует, когда каникулы и когда некоторый период ребенок дома. Да. Что делать? Ого! Да. Понимаете? Вот мы сейчас говорим об интернатах, а вот эта девочка, например, я учат. Этот ребенок может попасть куда-то. Она никуда. Она от 9 класса до участия? Да. И она встанет дома. Все. Ее никуда никто не поведет. Но закомодательного уровня нет же этого. Ну неправильно. Это просто инициатива хороших, добрых людей, скажем так. Ну. А вот вы когда выходите на государственный уровень, что-то движется? Какое-то есть предыдущие? Законопроекты какие-то. Я не знаю. Не. Мы пока еще этого не делаем, но у нас это есть в перспективе. То есть, во-первых, у нас… У нас там принято радует. У нас тут не работает. У нас тут не работает. Я могу рассказать про социальный уровень. Я прошу. Мы как движемся. Во-первых, у нас сложно. Адаптируем сейчас эту модель. У нас в них не пятеро. У нас же их больше. Это есть, которые живут. Их там шесть. Потом есть… Сейчас, подождите. Я расскажу просто, как мы движемся. Потому что это не такой быстрый вопрос. Вот вопрос еще изменения менталитета. Это не то, что пошел, договориться с кем-то, тебе все изменили и пошло. То есть, конечно, мы хотим, чтобы так было. Хотим, чтобы эту модель либо приняли, либо на нем обратили внимание. Но это все вопросы ни одного дня. И тоже необходимо… Финансирование. Не только финансирование. Вообще тут абсолютно работа будет. Конечно. Необходимо партнерство с другими организациями, которые тоже, да, заниматься. Мы, например, с этого начали. То есть, у нас какие сейчас есть направления работы. У нас есть этот один дом. Потом есть ребята, которые в других живут местах. Мы, допустим, поддерживаем некоторое проживание. Есть три новых дома с ребятами из интерната без инвалидности. То есть, у нас… Мы, во-первых, эту модель сейчас не то, что масштабируем, но мы ее пробуем на разных целевых аудиториях, как будет работать, чтобы понять вот ее всю… Сколько на это необходимо денег, сколько необходимо тютеров, да, чтобы ее можно было потом описать и представить. Потому что это же не просто так, что ты придумал, и оно уже рабочее. Ты же должен его оттестировать, ну и так далее. То есть, вот мы сейчас занимаемся этим вопросом. Потом параллельно мы строим какую-то партнерскую сеть. То есть, мы работаем и с организациями, которые тоже либо с подростками, либо с детьми, с аутистами. То есть, работаем с нашей целевой аудиторией. Работаем с интернатами. С одним интернатом. Вот я уже его упоминала, Богодуховский у нас интернат. Там 125 таких ребят. Мы только начинаем в их сторону двигаться. Для чего? Для того, чтобы понять, кто из девушек мог бы учиться либо вот работать, то есть, самостоятельным. И кого-то взять либо к себе, либо какую-то внутри танка там. Ну и ты что же это все быстро держишь? Ты пришел в готовую структуру. Есть расположенность всех. То есть, там прекрасный директор, прекрасный тоже персонал. Понятно, что это он, как бы, гарантирует, да, он выбирает. Но это же все вопрос, система-то уже давно существует. Ты же не просто пришел тут со своими новыми правилами. Это длительный процесс. То есть, мы начали с одного, с другого. Потом кого-то ищем, давайте еще туда поедем. Потом сейчас вот сделаем тестирование на уровень когнитивный, да. Насколько они вообще смогут учиться. Потому что в этом интернате находятся девушки, которые на уровне второго класса. Это же не просто так, ты взял, перенес там или предложил, да. То есть, мы пока действуем, находим стабильных партнеров организации, либо институции, даже государственные. Потому что мы еще не просто работаем с теми, кто там. Они все-таки в государственной системе. И в этом смысле уже то, что мы начинаем сотрудничать, может каким-то образом потом это и выйдет, да. На уровень определенной модели и так далее и тому подобное. То есть, мы пока вот этим занимаемся, свое тестируем. Потом находим партнеров, пытаемся с друг другом обмениваться опытом. Кто что делает, чего-то внедрят. На уровень государства нам непросто выйти, то есть, потому что мы частная инициатива. И поэтому мы вот так через партнерство, через какие-то программы туда будем идти. Вот мы там начали с УКУМУ, да, сотрудничать с университетом католическим. Это тоже частная институция, но у них есть очень много выходов на министерства. А? Грантовский бизнес есть. Вот, поэтому... Не-не, я имею в виду не деньги, а у них есть большая сеть отношений именно с министерствами и с государственными. Вот. И потом, что мы еще делаем? Ну вот, да, наверное так, сотрудничаем тоже вот дом ребенка. Это государственный институция, кстати, по поводу того, как бы одна из моделей реформирования, которая, ну, лично нам кажется правильной, они дом, который, собственно, был домом малютки, да, то есть, для ребят, в частности, для детей с инвалидностью от рождения до семи лет, они его сейчас трансформировали в центр консультации родителей и таких семей. То есть, во-первых, большинство детей, которых было возможно, либо вернули семью, либо нашли новую семью. И центр превратился в такой, даже, по-моему, на уровне восточной Украины. То есть не только для харьковских преподавателей, там, или тютеров, или воспитателей, а для харьковской области и каких-то еще областей, не будут точно говорить. В общем, они, во-первых, занимаются сопровождением уже семей, либо где есть, либо куда они вернули детей, которые у них были, да. И тем самым избегают вот этой ситуации, что до 18 лет, потом не знаем, что делать. И это очень хороший метод. То есть, либо вернуть семью, либо начать заниматься семьей. Потом они, я знаю, сейчас консультируют онлайн области. То есть они объездили и нашли в харьковской области те семьи, которые могут нуждаться в каком-то консультировании. Либо есть выездные команды медиков, там, нянечек, которые выезжают и полдня показывают, как вот с ребенком, который либо не ходит, либо что-то обращается. А потом они уже консультируются онлайн. Это даже как-то, телемедицина как-то это называется. Потом у них есть программы не только для семей, а уже и для людей, которые эти семьи могут консультировать за пределами их вот этого заведения. Ну, то есть, короче, они превратились в центр, который решает эту проблему на более раннем уровне. И вот таким вот способом, что как бы, как это называется, превентивно, да? Превентивно, да. Вот, но таких немного. То есть, конечно, это необходимо очень большое жизненно… Да не только… Нет, это необходимая энергия и все равно определенная ментальность человека, который так в государственной институции будет готов бороться с ветеринными медицами, грубо говоря, потому что это тонких отцов не назовешь никак иначе. Чтобы это все трансформировать, это надо иметь большую внутреннюю веру, я бы сказала, чтобы это делать. Вот. Но мы, например, с ними сотрудничаем, в том числе, чтобы смотреть, как они, что имплементированы, где мы можем, да. Конечно, это для нас идеально. То есть, если таким образом будут все интернаты, да, реформированы, вот, превратясь в такие центры, консультировать, то уже как бы нам и не нужно будет так много, грубо говоря, работать. Ну, останутся дети, которые… Ну, то есть, мы идем пока таким будем. Да, нам интересно выйти на уровень государства, но пока мы вот занимаемся… А, и занимаемся тоже промоцией. Для нас это тоже одно из направлений в обществе. То есть, в любом случае, пока нет понимания, что это благо, да, а что это… Пока это клеймо, ты хоть ходи, хоть заходись, хоть предлагай, это все равно… Ну, то есть, нас знают, она знает социальная служба помощи, она знает, мы там внутри единой социальной сети Харьковской, мы даже что-то там сотрудничаем. Но это не то сотрудничество, когда мы как бы приняты, и понятно, что то, что мы делаем, может быть кем-то там дальше имплементировано, или что это вот какая-то модель принята на уровне государства. Хотя нам знают, то есть не то, что это мы никогда никому ничего не рассказывали. То есть, с другими областями, то есть, вы не сотрудничаете, я скажу, чтобы вы знаете, что такая есть, допустим, Хорошковская область и Туркора, или еще где-то? Нет, мы сотрудничаем с организацией во Львове, вот пытались познакомиться с Днепропетровским, есть что-то похожее, у них вот такой дом, называется «Рукавичка», у них проект, но так я пока только на уровне там, фейсбука мы вот с директором начинаем отношения, но пока еще друг другу не съездили, потому что у них там какой-то цейтнот, и у нас какой-то цейтнот, ну то есть мы этим сейчас занимаемся, вот у нас сейчас такое направление по поиску, ну есть такие по поиску партнерств, ну, занимаются другими, не ребятами с валидностью, вот та, что я говорю, «Рукавичка», они мам принимают. У нас под Харьковом в Коротиче есть вот такой дом, где несколько летней мамы с маленькими детьми, но это как бы разное, такого прямо, чтобы это были ребята с инвалидностью без родителей, такого я не знаю, ну как бы не знаю. название «Лутючий день» как там появилась? Появилась, да. Ну тогда и появилась, когда появилась первая съемная квартира, собственно идея того, что и мы говорили, что дом это не стены, а это вы, которые и вообще это люди, которые в нем живут. поэтому, то есть «Влетающий» в том смысле, что он может быть там, завтра сам, а если вы есть вместе, то вот уже оно. да, красиво. Так, ну детки вот. Вот, так что нам, да, мы думаем об государственном уровне, мы думаем, но это все не так, не так просто, в общем. Те, кто пропали, конечно, им повезло, очень повезло, что у них судьба так сложилась, и вы им, вы делаете большое дело, молодцы, большие молодцы, если бы это был уровень еще государства. Ну все время, вот говорите «мы», это люди, которые, это основная цель, работа с призванием или совмещаете еще с чем-то, с какой-то работой. Ни с чем, ни с чем. У нас есть, у нас в команде где-то 10-12 уже человек, есть кто работает еще в любых проектах, но в основном мы все все… Это ваша команда, да? Да, да. Вот у нас есть Евгения Крылова, она еще в университете работает, и для нас это супер бонус. Есть, кто у нас еще, вот Оля Филонин, она тоже работает в детской студии, ну, финансовый менеджер, понятно, что там миллион еще других работ, и у юриста понятно. То есть, ну, грубо говоря, из 12, 7 человек работают только с нами. Правление, понятно, у них свои дела, это стратегические вопросы, и многие доброты тоже. Ну, и вот два человека совмещают. А, и Карина тоже совмещает, координатор. И, кстати, Карина, она тоже выходит из интерната, и это у нас очень такая ключевая фигура, на которой мы строим эту, в том числе воспитательную работу, потому что ее опыт, ну, она сама это уже прошла, и очень сильно помогает смотреть, и очень сильно помогает в работе. И именно тот факт, что у нее все это было, что она все это отрицала. Ну, она тоже была с инвалидностью? Нет, это просто из любопискового интерната. Ну, там я вам скажу, что иногда, не иногда, а даже чаще всего, как бы это не звучало странно, но в риске в таком оказаться в очень, ну, как бы ситуации, такой нахране бандитизма, это чаще всего не с ребятами с инвалидностью, а с сиротами. Ну, потому что у тех за неимением чего-то, они немножко, ну, как бы боятся, отступают, да, ребятами с инвалидностью. А вот обрели себя. Ну, мы сейчас пытаемся что-то сделать с мальчиком, у которого уже трое детей, какая-то цыганская девушка тоже из интерната, все эти дети уже забрали, они, скорее всего, окажутся в интернате, и он в тюрьме из-за того, что он украл лестницу. Ну, и таких историй там миллион, то есть, они в более даже рискованной ситуации, чем ребята с инвалидностью. Потому что, я же говорю, те, у них хоть какой-то тормоз есть, они себя не так ощущают, ну, неуверенно, да, и за счет этой неуверенности они как бы не лезут часто в какие-то опасные ситуации, а у этих, наоборот, срывает крышу полностью по выходу. И это, вот, так что, как-то так. Это, это очень плохо, как, как это, искренне, чтобы не было этого интерната выходя. Нет. Только в семье и то в семье, в семье и то получается. Да. Приемные семьи – это единственный способ, по крайней мере, как-то научиться. Ну, да. Приемные семьи, либо вот, нужно усилять тоже этот момент, доставки. Какую-то там, какую-то работу, но которая именно нацелена не на, ну, как бы, чтобы им комфорт создать, да, потому что все-таки это тоже правильно и нужно обязательно. Но это не главное. Если просто создать в интернате комфорт, там, дарить подарки или просто это все обустраивать, конечно, это супер важно. Мы все хотим жить в красивой сумке, да, чтобы нас окружало, потому что это помогает. Но этого недостаточно, там, если просто это, как бы, внешне… Ну, просто, блин, каждый, все, все должно… Да. …перебить. И потом, и на преступление… И потом, да, они когда отходят, они просто, они, ну, во-всередине, вот, с этой жизнью собой, как это я никто не должен. 20 минут ехали, хотела спросить. Ну, это, наверное, нужно ехать. Мы в 5 должны быть обратно. А, ну, нужно объездить. Так вот, я шучу. Опять нужно уже быть. Да. Тема, конечно, очень такая актуальная, важная. Ну, и у нас. А вот, я же, я ведь, ну, разные джонки. Мы работаем с детками, с детками. Да, интересно, конечно. Это и титанический. Спасибо вам. Спасибо. Подъемный класс. Да. И, конечно, пока не задуматься. Правда, это не подъемный класс. И вот то, что сейчас на вас хотят, в первую очередь, домашнее обучение, получается. Да. Спасибо. Спасибо.